Петуния в комнатных условиях Выращивание петунии в качестве комнатного цветка сопряжено с несколькими трудностями. Чтобы она чувствовала себя комфортно в закрытом помещении, нужно обеспечить хорошую освещенность, однако даже очень светлая с точки зрения человека комната будет слишком темной для этого растения. Проблема усугубляется осенью и зимой, когда длительность светового дня сокращается в разы, да и погода в основном пасмурная. В таких условиях петунию придется досвечивать искусственно, иначе она не выпустит цветоносы. Высокую влажность воздуха В холодное время почти во всех домах влажность снижена до критичного минимума. Отопительные приборы сушат воздух, а вот увлажнитель есть не в каждом доме и не в каждой комнате. При недостаточной влажности петуния начинает болеть. Мучнистая роса и паутинный клещ могут даже погубить ее, если вовремя не провести обработку пангицидами и окарицидами. Кроме того, есть риск, что растение просто засохнет. В зависимости от микроклимата в квартире с аналогичными проблемами можно столкнуться и весной, и летом. Если помещение, где содержится петуния, затененная, без досветки не обойтись на протяжении всего времени вегетации. Выбор сорта В принципе, для выращивания в горшке, комнате, на балконе или на закрытой террасе подходит любой сорт петуни. Выбор будет зависеть от нескольких факторов. Расположение вазона Для подоконников больше подойдут кустистые растения, а для цветочных горок, подставок и кашпа – ампельные. Стоит обратить внимание и на карликовые разновидности. При очень миниатюрном размере они радуют огромными цветами. Желаемого срока цветения В закрытых помещениях имеет смысл сажать те сорта, которые свойственны непрерывное цветение. Как правило, к ним относятся новые гибриды F1. Важно понимать, что петуния не способна набирать бутоны все 12 месяцев в году. С середины ноября до середины января или февраля, смотря по обстоятельствам, у нее каникулы. За это время растение набирается сил для следующего цикла вегетации. Естественный способ заставить петунию зацвести неурочно – посеять семена за 70-80 дней до желаемой даты появления бутонов. Чтобы посадить петунию дома, не обязательно заморачиваться с выращиванием рассады или покупкой новых растений. Если этот цветок уже растет во время подвесной кашпа, осенью его можно занести в комнату. Делают это, когда в ночное время температура опускается до плюс 2 градусов. Аналогично поступать и с растениями, которые находятся в открытом грунте. И выкапывают вместе с комом земли и сажают в емкость подходящего размера. В закрытом помещении петунии будут продолжать светение до тех пор, пока не начнется период покоя. Первое. Еще один вариант – в середине лета нарезать черенки с уличных растений и укоренить в торфяных таблетках, либо в стаканчиках с грунтом. Второе. Цветы со стеблей, используемых для черенкования, следует удалять. При выращивании петунии в комнатных условиях имеет значение размер горшка. Кустовым и махровым сортам требуется как минимум 3 литра почвы из расчета на одно растение. Ампельные и каскадные сорта, а также сурфини нуждаются аж в 5 литрах грунта. Почва должна быть одновременно плодородной и мягкой, пушистой. Как говорят, можно смешать пополам садовую землю и покупную с высоким содержанием торфа. Петунию поливают только под корень. Для полива желательно использовать дождевую или талую воду. В дне горшка нужно сделать отверстие для стока воды. Наличие дренажного слоя обязательно. При несоблюдении этих рекомендаций высокие шансы, что у петунии начнут гнить корни. Поливают петунию по мере высыхания грунта. Излишняя влажность, как и чрезмерная сухость придет ей и становятся причиной скудного цветения. Подкормки. Раз в 2 или 3 недели нужно подкармливать растения фосфорно-калиевым удобрением в дозировке, которая указана на этикетке. Монофосфат калия – комплексная подкормка, содержащая соли калия и фосфора в нужном соотношении. Период покоя взрослой петунии можно вынести в прохладное помещение с температурой от плюс 10 до плюс 15 градусов. И сократить частоту полива до 2-3 раз в месяц. Носить удобрение также не стоит, а вот освещенность должна оставаться хорошей. Те же растения, которые были выращены из летних черенков, в спячку не впадают, поэтому уход за ними должен оставаться прежним. Выращивание петунии в качестве комнатного растения – процесс хлопотный, но увлекательный. А тот, кто все же решится на такую авантюру, будет вознагражден целым морем цветов на подоконнике в период с февраля по октябрь.